Мы продолжаем эфир телеканала Freedom. Начинается новый информационный час. Мы постоянно следим за главными событиями в Украине и мире и говорим вам спасибо за доверие. И продолжим наш эфир обсуждением разных тем с нашим следующим гостем. К нашему эфиру присоединяется советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте. Рад видеть вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Михаил, вы знаете, сегодня в нашем эфире был сюжет о том, что российские мобилизованные время от времени уже начинают говорить о том, что они не хотят воевать и бегут с фронта. Да, пока эти процессы не массовые, но все чаще и чаще из их уст звучит эта фраза «все хотят домой». Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Заэкономисту уточнял, что Россия уже потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек. И в любой другой стране такие потери остановили бы эту войну. И добавил, что жизнь в России стоит дешево. И вероятно, что стоимость и цену жизни российского солдата установили в Кремле. Но, Михаил, почему народ так покорно и по сей день с этой ценой соглашается? Я перефразирую и задам встречный вопрос. А ради чего в России жить? Я не про Москву говорю и не про Питер. Я спрашиваю, а зачем жить? Ну, то есть у вас нету никаких перспектив. Вы живете в отсталой стране. Вы не можете построить карьеру. У вас нету рабочих, качественных рабочих мест. Ведь основная масса мобилизованных, она как раз из регионов с крайне низкими социальными показателями, с крайне низкими финансовыми показателями, с неблагополучным регионом. Кстати, интересный парадокс. Социологические замеры в России показывали, что наиболее ретиво выступают за продолжение войны, за массовые убийства украинцев. Как раз таки жители Москвы, да, ну то есть те жители, которые могут не участвовать непосредственно в войне, да, ну то есть откупиться от войны и так далее. Основная масса как раз таки рекрутингуется из нестабильных регионов. Ну вот вопрос, а зачем им жить? Они тут, грубо говоря, едут в Украину. Им обещают, что они смогут там безнаказанно убивать, во-первых, то есть реализовывать свои комплексы неполноценности, свою ненависть. А во-вторых, какие-то деньги все равно им платят в рамках социальных выплат, да, там первичных выплат, когда они подписывают контракт, ну и, соответственно, посмертных выплат, когда человек уже не возвращается, ну или возвращается там в другом виде и так далее. Поэтому, в принципе, достаточно все просто. Вы абсолютно правы в том, что человеческая жизнь — это абсолютно бесплатный ресурс, объемный ресурс, которым располагает Российская Федерация. Есть два типа ресурсов, которыми они располагали до начала вторжения в большом объеме. Это первое — это старая советская техника, ее там безумное количество было, там снаряды, танки, бронетехника в целом и так далее. И вот второй ресурс, который еще больше, это, собственно, мобилизационный ресурс, ресурс людей, которым, в принципе, не за что и незачем жить. И, соответственно, они их отправляют. Тут очень интересная математика войны. Вот смотрите, все-таки там танк, он стоит каких-то денег, снаряд стоит каких-то денег, а человек ничего не стоит. То есть ты взял его, отправил и так далее. Но если оценивать сегодняшнее поведение российской политической элиты, для них стоимость жизни, она всегда, в принципе, в России была близка к нулю. Но сейчас она имеет отрицательные величины. Поэтому, безусловно, здесь заложенный прав, нету никакой корреляции между количеством жертв в войне в Украине и, там, скажем, нарастающими протестами. Я даже более того скажу, есть такой феномен, если помните, была первая, вторая — Чеченские войны, да, условно, и комитеты солдатских матерей крайне активно протестовали, верните нам наших детей и так далее, то сейчас комитеты солдатских матерей, наоборот, говорят о том, что давайте-ка отправим еще кого-то на войну, необходимо дальше отправлять, необходимо дальше мобилизовать. То есть вы понимаете, абсолютно отсутствие вот этих миротворческих, искренних миротворческих побуждений даже у родственников тех людей, которые заведомо едут умирать в Украину. Тут вопрос надо задать поиначе. А зачем они, в принципе, едут воевать, да, то есть не просто, почему они рабски к этому относятся, а зачем они едут? Еще раз повторяю, потому что им, конечно же, бессмысленно что-то делать в России. Ну, тут есть возможность поехать воевать. И тут даже есть еще такой феномен один, отдельно я его вынесу. Основная масса людей, которые воюют, мобилизуются, да, это люди с неблагополучных семей, ну, имеется в виду, там, зэки, там, имеется в виду, люди, которые все уже в жизни потеряли. А если они выжили в Украине и возвращаются потом назад, мы знаем много таких примеров, то есть они вдруг становятся... Блестящий социальный лифт, да? Да, представляете, как ты тут вырезал, там, в деревне двух-трех сожителей, да, своих, а тут ты возвращаешься героем, и, соответственно, все на тебя иначе смотрят уже, и дальше ты можешь там беспредельничать, опять же, потому что ты герой СВО и так далее. Это тоже интересный феномен, то есть ты поощряешь убийц, вот много примеров есть, когда человек буквально там месяц отсидел или два месяца отсидел в рамках уголовного дела, в котором его обвиняют в убийстве, там, жены, детей и так далее, а потом возвращаются в то же село уже герои. Михаил, по сей день и сегодня уже есть реакции на материал Валерия Залужного в «The Economist», реагирует, в частности, в России, в Кремле. Песков, у него была интересная реакция, он заявил, что для России тупика нет, нет, как и у Киева, при этом нет перспектив достичь побед в этой войне. Это его реакция на слова Валерия Залужного, процитирую их, «Как и в Первую мировую войну мы достигли уровня развития технологий, которые ставят нас в тупик». Ну, вот интересно все же ваше мнение, как вы относитесь к таким заявлениям, что Песков обещает, что все цели, их призрачные, это СВО, будут достигнуты, почему время от времени вспоминает об этих целях, ну и в целом, как вам сама реакция Кремля? Две здесь ремарки. Первое, мы на какой день войны разговариваем? 618-й. Не забывайте напоминать вот этому субъекту, который мало имеет отношения к реальным событиям, что он это обещает уже 618-й день, и пусть подождет немножко, я имею в виду о Пескове сейчас говорю, пусть немножко подождет, он свои точки зрения еще сможет рассказать объемно и так далее по поводу того, что он тут решал, какие цели и так далее, потому что и тут вторая ремарка, единственная цель, с которой зашла сюда эта страна под названием Российской Федерации, это максимально жестоко убивать граждан Украины, граждан другого государства. Нету никаких других целей, и мы с вами прекрасно все эти 618 дней видим, да, то есть атаки по гражданской инфраструктуре, по гражданскому населению, максимально жестокие пытки, максимально жестокие насилия и убийства детей, женщин и стариков на оккупированных территориях, или на тех территориях, которые уже были деоккупированы, и так далее. То есть, соответственно, страна под названием Российская Федерация умышленно пришла совершать масштабный объем военных преступлений или преступлений против человечности в целом. Поэтому с целями СВО этот человек, у него будет возможность в других условиях рассказать о том, как он понимал эти цели и так далее. Теперь, что касается тупика или не тупика, господин Залужный говорит о других вещах. Он говорит о том, что определенный дефицит определенных технологических видов оружия не позволяет нам существенно доминировать по линии фронта. И, соответственно, война из маневренной, активной, быстрой войны переходит в войну позиционную, стационарную, застойную войну. То есть, когда вы не продвигаетесь вперед, но и не отступаете, естественно, назад. На сегодняшний день это объективная реальность, к сожалению. То есть, я, в принципе, не считаю, что все пессимистично выглядит. Да, я считаю, что все-таки рано или поздно накопительный эффект сработает. Но господин Залужный говорит, что если бы мы все-таки более высокотехнологическое оружие имели в достаточном количестве, например, те же дальнобойные ракеты, то ситуация выглядела бы совершенно иначе. И это, в принципе, неплохое обращение к нашим партнерам. То есть, еще раз, он говорит теперь публично, я уверен, что и не публично он это говорит, о том, что, смотрите, хотим эту войну правильно модерировать, для этого необходимы такие-то объемы, таких-то видов оружия. В данном случае дальнобойка, в данном случае дрон, в данном случае авиация, в данном случае минный трал и так далее. Это позволит нам резко нарастить темп наступательных операций. То есть, это не значит, что есть уже какой-то тупик. Я понимаю, что сейчас, после, опять же, 618 дней, многие находятся в таком подавленном психоэмоциональном состоянии и у нас внутри страны, и на внешних рынках, и так далее. Но здесь очень важно понять следующую вещь. Если мы не доводим эту войну до конца, то вот эта подавленность будет теперь сопровождать нас до конца. То есть, пока Россия не... Россия ведь главный донатор нестабильности глобальной. То есть, она инвестирует в это большие деньги. И, соответственно, если мы не решаем вопрос существования, в политическом смысле слова, такой Российской Федерации, то у нас такие эксцессы, конфликты, войны, убийства, пытки и так далее будут постепенно нарастать в разных регионах. В том числе и в Европе, кстати. В том числе не только Украина будет находиться под ударом Российской Федерации. И тут у меня возникает всегда резонный вопрос. Смотрите, что дешевле? Уже так примитивно будем говорить, да, в такой математической жесткой формулировке. Что дешевле для мира, для демократического мира? Дофинансировать полноценно, дофинансировать Украину. Дать нам те инструменты, которые нужны. Потому что, в принципе, понятно, что экономика России всегда была больше. Милитарная составляющая России была гораздо больше, чем у Украины. И, соответственно, мы не успеем просто воспроизвести такое количество, самостоятельно воспроизвести такое количество той новой технологической техники, которая нам нужна. Ну, не надо иллюзий, да, что можно сделать тут кучу производств, и мы тут будем уравновешены с Российской Федерацией. Нет, так не получится. Что-то мы можем производить, чем-то уже работает наш военпром, какие-то технологические вещи мы делаем, ракеты те же, те же дроны и так далее. Но это не то объем, не то количество, потому что нужно гораздо больше инвестиций и гораздо больше военных мощностей, военно-производственных мощностей. Так вот, что дешевле, дофинансировать Украину на этом этапе и на излете словить Россию и уничтожить ее, или подождать, пока Россия, в принципе, доинвестирует такие организации, как ХАМАЗ, и мы получим десятки, а то и сотни точек конфликта в разных частях. И придется все равно принимать участие в этих войнах, придется дофинансировать. Там силы обороны, как таковой, защищать свои пространства. То есть надо же просто посчитать математику. И на мой взгляд, ответ, конечно же, очевиден. На мой взгляд, вот эти все рассуждения, вы знаете, мы там где-то воюете, а мы здесь, у нас свои проблемы, мигранты и так далее. Так а следствие чего является мигрантское давление сегодня на европейские страны? Следствием чьей политики? Не Российской ли Федерации, которая активно провоцирует Ближний Восток, тот же, откуда основной поток мигрантов идет. И, соответственно, если вы это понимаете, то тогда возникает резонный вопрос. Второй резонный вопрос. А сколько частей в процентном соотношении своих бюджетов национальных вы тратите на Украину? И окажется, что это 0,2%, 0,04%, 1%. Военного бюджета, например, 1,2% или 5% пентагоновского бюджета. То есть мы сегодня говорим о том, что уничтожение главного вашего страха под названием Российская Федерация, которая будет стоить всем в общем бюджете демократическим странам 2 или 5% максимум, это не та цена, которую нужно заплатить за то, чтобы спокойно существовать в следующие 50 или 20 лет и так далее. То есть это серьезный диалог? Да, вы знаете, еще, Михаил, вы вспомнили мигрантов. Мы понимаем, что одним из участников цепочки движения этих мигрантов в Европу является еще и Александр Лукашенко. Он на этой неделе тоже решил высказаться и поговорить о ситуации на украинской линии фронта. И вот он, судя по заявлениям, далеко не согласен с победными речами Пескова. Говорит, что ситуация патовая для обеих сторон. Никто ничего сделать не может, а поэтому надо садиться за стол переговоров и делать это без предварительных условий. Михаил, как вы считаете, эти заявления, которые звучат сейчас из уст Лукашенко, это личная точка зрения его или он говорит то, что ему диктуют из Москвы? Это личная точка зрения, она ничем не отличается от того, что он говорил год назад, полгода назад и так далее. Вот смотрите, во-первых, ситуация не патовая. Патовая. Да, мы сегодня не имеем те результаты, скажем так, те эффективные результаты контрнаступления, которые в принципе можно было ожидать, и об этом сам заложенный говорит, исходя из первичного анализа, предварительного анализа. Но тем не менее, тем не менее, нет никакой патовой ситуации, достаточно жестко перемалывается ресурсность Российской Федерации, эта ресурсность уменьшается и так далее. А вот сесть за стол переговоров, вот смотрите, внимательно, это всегда Лукашенко говорит, сесть за стол переговоров без предварительных условий, это означает согласиться на капитуляции. Я хочу просто, чтобы мы это понимали, это не переговоры, это капитуляция. Потому что Россия ведь не уйдет, правильно, с оккупированных территорий. Вот в чем задача? Садитесь за стол переговоров, Россия остается на оккупированных территориях раз, мы прекращаем на какое-то время огонь два, третье, мы начинаем обсуждать вопросы следующего плана. Смотрите, я вам называю эти вопросы, готовы их обсуждать? Просто, чтобы было понятно, без предварительных условий, и кто в Украине готов будет обсуждать. Россия вам сразу на первом туре переговорного процесса выставит ультимативное требование. Называется «отдайте Запорожье и Херсон». Они вписаны в нашу Конституцию. Мы эти территории считаем своими. Готовы продолжать с ними разговор? Ну, я бы просто хотел посмотреть на тех людей, которые потом выйдут и скажут, «Ну, смотрите, мы тут воевали с украинской стороны, мы тут воевали почти два года, а сейчас нам предложили отдать те города, которые мы контролируем, потому что они вписаны в Российскую Конституцию. Иначе урегулирования не будет». Ну, вот так это звучит примерно. Ну, и дальше следующие пункты, которые вам будут выставлять. Ну, я имею в виду вам, не вам конкретно, а нам всем, да? Вам, это украинской стороне. Будут выставлять следующие пункты. Вы должны сократить арсеналы свои. Ну, мы же на вас напали для того, чтобы вы не имели оружия, чтобы мы в любой момент могли безнаказанно заходить к вам, вырезать какую-то часть вашего населения, потом уходить, говорить о том, что вы там что-то нарушили и так далее и тому подобное. Значит, вы должны будете сократить наступательное оружие, ракетное оружие, закрыть производство, вывести с территории Украины все образцы оружия, которые страны НАТО дали. Третье условие, которое нам выставят, никакого блока НАТО. Ну, мы будем бояться, Россия скажет, мы будем очень сильно бояться, поэтому нам не надо, чтобы вы были в НАТО. Четвертый вопрос, опять же, мы вернемся в культурологическую сферу, языковая. Вы там нацисты все, вы режете граждан русскоязычных, вот мы с вами сейчас разговариваем на русском языке, вот вы их режете все, но мы хотим, чтобы вы перестали это делать и гарантировали русскому языку какой-то там очередной статус. То есть вот во время переговоров все время будут появляться какие-то позиции России. Причем Россия, просто мне так интересно слушать людей, которые думают о том, что с Россией можно... Они по мере того, как будут получать необходимое себе, а, например, начало переговорного процесса, это то, о чем молится сейчас Россия, они будут повышать ставки. То есть они себя будут вести в классическом русском стиле. А какой классический русский стиль? Наглеть. От тура к туру наглеть, выставлять все больше и больше условий неприемлемых и унижать оппонента. Я понимаю, что у нас очень много специалистов по переговорному процессу в стране, особенно, да, и очень много специалистов по дипломатическому этикету как таковому. Так вот, на самом деле, русские будут вести себя стандартно и предсказуемо. С каждым туром переговорного процесса будут все больше и больше унижать Украину, так, как они делали в тех же минских переговорах и во всех других форматах переговоров. Более того, Россия сейчас чувствует себя униженной, да, потому что репутационно как-то выглядит страна после 618 дней, это только песков там раздувается. Ну, а в принципе, на внешних рынках Россия относится так снисходительно, да, потому что, в принципе, страна, которая обещала там Берлин за три дня взять, или там за сколько, за 48 часов, да, то есть она тут на Авдеевском подступе находится, опять же, бесчисленное количество дней и недель. Так вот, но Россия, Россия привыкла к тому, что она постепенно получает возможность выглядеть монструозно. И вот за счет непроигрыша в войне, за счет входа в свою вот эту классическую российскую переговорную тематику, Россия будет быстро возвращать себе монструозный статус. И завтра она будет складывать деньги, чтобы развалить проукраинскую коалицию, чтобы устроить многие провокации на территории других стран, чтобы отвалились от нас другие страны, да, будет вкладывать много денег в дискредитацию Украины как таковой. Ну, а самое главное, параллельно с тем, что она будет якобы вести переговоры, она будет вкладывать много денег на то, чтобы у нас тут внутри была, как это, внутренняя напряженность резко нарастающая. Вот, в принципе, технология, да. Как дальше тогда соседствовать с Российской Федерацией, с учетом того, что там пройдут эти псевдовыборы и выбор... Без выбора и выбор очевиден этот. Путин... Там выборов не будет. Российская Федерация не имеет отношения к демократии, не имеет отношения к выборной, конкурентной политике и так далее. Поэтому выборов, естественно, там не будет. Как нам жить дальше? Я же повторяю, что единственная возможность всему региону выжить, в том числе Украине, в том числе странам Балтии и так далее, это проигрыш этой политической системы в России. То есть, соответственно, эта элита должна быть снесена местными, скажем, альтернативными политическими группами и должна быть перестроена Российская Федерация на какую-то там слабую демократию. Да, ну, такую фиктивную, потому что мы понимаем, что укорененная демократия в России, к сожалению, пока быть не может. И вот когда будет снесена вот эта вся элита путинского призыва по Трушеву, Шойгу, там, ну, все, что вот это мы сейчас видим, да, там, Золотовы и так далее, то тогда, конечно же, конечно же, мы сможем какие-то там двухсторонние отношения выстроить каким образом? Запретительным образом. Вот граница, вот условно-реавизовый режим, вот зона демилитаризации с российской стороны и так далее. Только в этом случае мы сможем с вами спокойно... Ну, и дальше, безусловно, коллективный альянс безопасностный, да, обязательно для Украины это. Не важно в каком виде это будет реализовано, либо трансгарантии безопасности, а потом альянс, либо сразу альянс имеется в виду коллективный, безопасностный, то есть НАТО и так далее. Но вот эти вот форматы, это единственное, что позволит нам с вами четко и гарантированно существовать десятилетними. Как вы считаете, насколько близка Российская Федерация сейчас к этим процессам, смены вот этой власти, Патрушевых и всех прочих? И как вы оцените последний опрос известного центра Левада, центр, который показал, что 70% опрошенных россиян готовы сейчас поддержать Путина, если тот решит прекратить войну против Украины, при этом 34% поддержали бы Путина, если тот согласился бы на завершение войны с возвратом временно оккупированных территорий. Верите ли вы в эти данные? Нет, на самом деле вот эти 70% более достоверная цифра, но что значит закончить войну? То есть подождите, вы ее начали, вы у нас забрали, вы нас убили, ну там, часть нашего населения, вы просто, а вот мы теперь решили закончить войну, все, давайте, до свидания. Что, прикол какой-то? Я прошу прощения за это выражение. Но так же не работает система. Ну то есть, условно говоря, вы нарушили международное право, вы за него должны нести ответственность, за военные преступления ответственность, репарации обязательны, территории возвращены обязательно и так далее. Что значит, мы хотим, вот Путин решит, и Путин решил закончить войну, давайте-ка мы тоже не против, чтобы он закончил. Но только оставьте нам, пожалуйста, оккупированные территории, Крым, он же наш, оставьте нам Крым, оставьте нам Донецк, Луганск и так далее. А дальше мы будем смотреть, что нам с вами еще делать. Но так оно не работает, еще раз подчеркиваю. Работает следующим образом. Кто-то проигрывает войну. Российская Федерация близка к тому, чтобы изнутри быть разорванным. Мы с вами видели в июне прошлого года, этого года, поход Пригожина на Москву. Увидели, насколько неэффективна силовая вертикаль. Буквально недавно мы с вами видели события в Махачкале, которые показывают, насколько культ насилия доминирует в России, как это может быстро разорвать всю страну. То есть сначала они там еврейские погромы устраивают, я не сомневаюсь, что будут антирусские погромы, по крайней мере, в этих регионах. И так далее. То есть как только внутри России будет ощущение, что наступает крах, вы увидите большое количество внутренних конфликтов. И это в любой момент может случиться. Для этого как раз таки, почему Россия, вернемся в начало разговора, почему Россия столько много бросает живой силы. Потому что им категорически нельзя показать свою слабость, обвалив линию фронта. Как только линия фронта обваливается, как только начинает потоковое бегство мобилизованных обратно на территорию России, сразу начинаются вот эти такие же проявления, как в Махачкале, только там с другими уже, скажем так, определениями. То есть это не еврейские будут погромы, а просто будет все против всех воевать. Вот и все. Поэтому нужно к этому относиться крайне спокойно. Имеется в виду к тем разговорам, что Россия как никогда стабильна, Россия как никогда монолитна и так далее. Нет ничего подобного. Россия абсолютно точно доказала, что внутренней консолидации нету, внутренней единства нету и нету силы в силовой вертикали внутри России. Это первое. И второе. Но безусловно, никакой мир там никому не нужен. Там нужны еще раз подчеркиваю, вот то, что вы говорите 70 процентов. Они четко говорят, выполните капитулятивные условия России. Отдайте нам территорию. Да, мы хотели всю Украину взять под контроль, но бог с ним, возьмем ее чуть-чуть позже. Но мы же какую-то часть территории сейчас тоже докупировали, более того, признали ее своей, поэтому вы нам ее отдать. Вот это капитулянские условия. Это никакие немирные переговоры, никакая поддержка мира и так далее и тому подобное. И вообще слово переговоры по отношению к России невозможно употреблять. Михаил, остается буквально две минуты, если можно коротко ответить на следующий вопрос. Три года назад в США прошли выборы, президентом стал Джо Байден. Сегодня звучат речи о том, что некий импичмент, возможно, будет оглашен Байдену. Кроме того, некоторые участники этой президентской гонки заявляют о том, что если они придут на пост президента США, то они завершат эту войну за 24 часа. Кто-то говорит о том, что предлагают условия того, что Украину никто не возьмет в НАТО и так далее, и так далее. И линия фронта опять же будет заморожена. Как вы реагируете на все эти события, которые звучат сейчас в процессе президентской гонки в США? Если коротко, спокойно, мягко говоря, реагирую, потому что это только проявление внутриконкурентной политики в самих Соединенных Штатах. Это проявление демократии не более того. Все, что касается реальности, она будет такой, как мы сегодня видим. Будет поддержка Украины, потому что для Соединенных Штатов, для страны, которые претендуют на глобальное лидерство и на то, что все-таки у этого мира есть какие-то правила, важно не проигрывать войны. Тем более, такие открытые, откровенные, где присутствует такой противник, как Российская Федерация. Поэтому не сомневаюсь, что поддержка будет, не сомневаюсь, что пакеты военной помощи продолжатся, не сомневаюсь, что в Соединенных Штатах доминирует позиция, демократия умеет защищаться и будет защищаться, и доминирует позиция, что Россия есть возможность, чтобы она проиграла, значит нужно это сделать и довести это все до конца. Михаил, спасибо вам большое за ваши ответы, за то, что нашли время для Фридема. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был сегодня с нами в эфире. До новых встреч. Всего доброго.